В Прииртышье 95% техногенного загрязнения приходится на выбросы промышленных предприятий. Наибольший вклад 2 трети вносят предприятия топливно-энергетического комплекса. На цветную металлургию приходится 16%. Смотрим далее. По данным регионального департамента экологии, в настоящее время в судах рассматривают два административных дела. По нарушениям законодательства по превышению лимита накопления отходов предприятия КСП «Стил» предварительно размер штрафа более 1,2 млрд тенге. А Экебастульская ГРС-1 превысила квоты выбросов парниковых газов. Предварительно размер штрафа более 32 млрд тенге. Ведь за одну тонну выброса углекислого газа штраф 10 мрп. Отсюда и колоссальная сумма. Альтернатив нету. То есть единственное, есть у них еще право обратиться в суд на рассмотрение постановления. Мы постановление еще не выносили в связи с тем, что протокол обжалуется. И когда подается суд, то есть суд может, если не ошибаюсь, до 30% снизить сумму штрафа. Ну и единственный этот вариант, наверное, может быть. Одной из застарелых и тревожих повладарцев проблемы остается ситуация вокруг озера Былкулдак. По словам Макзума Кукумбаева, для защиты Артути будет продолжено возведение подземного барьера, которое завершится осенью 2023 года. Также ведется мониторинг проведения замеров почвы, атмосферы, воды. Берутся и пробы из РТШ. В прошлом году с коллегами Российской Федерации, ну данный вопрос тоже находится на контроле, они со своей стороны, со стороны Омска, ну осуществляют эти анализы. Года два назад где-то посчитывали, ну очень большая, колоссальная сумма нужна, чтобы демеркуризировать данный участок порядка миллиарда, если не ошибаюсь, миллиарда евро. То есть полностью провести. Ну то есть на сегодняшний день по предотвращению данные работы проводятся местными органами. За нарушение норм экологического законодательства было наложено 40 административных штрафов на общую сумму 42,2 миллиона тенге. В регионе действует 2133 разрешения на эмиссии в окружающую среду, выданных в период с 2015 по инвер текущего года по всем категориям производственной деятельности с общим лимитом 983,5 тысяч тонн выбросов в год. Мурат Белмажит, Юрий Белевский, Иртас Акпарат.